Всем привет садоводы и огородники. Сегодня я вам хочу показать как сажать цветы рябчик. Я приобрел вот такие сорта рубра, аврора и лютея. Рябчик, по другому его называют еще фритилия, луковичный цветок. Пока еще не очень распространенный в наших садах, но быстро набирающий популярность. Мало того, что он поразительно красив, он и полезен в саду, поскольку помогает бороться с кротами и медведками, благодаря своему запаху. Самый известный сорт рябчика это императорский, его всегда сажают осенью. Посадка рябчика в наших широтах должна проводиться обязательно осенью или в самом конце лета, в зависимости от того, где вы проживаете. Прежде чем посадить цветы рябчик в наш огород, необходимо их обработать от вредителей и болезней. Этим препаратом я пользуюсь уже давно, называется он Максим. Это фунгицид для борьбы с вредителями и болезнями. Препарат защитно-контактного действия уничтожает инфекции на поверхности посадочного материала и в почве. Защита от болезни в течение всего периода роста и хранения. Как правильно развести этот препарат Максим? Нам необходимо развести вот эту ампулу здесь два миллилитра на один литр воды. Если вам мало воды, то необходимо развести на два литра две ампулы. Итого четыре миллилитра на два литра воды. Вот так выглядит луковица этого цветка рябчик, как видите они очень крупные и как видите здесь уже есть корни. Прочитал кое-где, что необходимо обрезать корни, если они длиннее 5 сантиметров. Итак теперь нам необходимо эти луковицы опустить прям в этот раствор Максим. На обработку цветочных луковиц у нас уйдет ровно 30 минут. Пока у нас обрабатываются луковицы рябчика, мы подготовим участок под посадку этих цветов. Для начала нам необходимо эту землю удобрить. В качестве удобрения я буду использовать фосфорно-калийное удобрение, в котором очень хорошо подобраны все макро и микроэлементы. Вносить я буду на один квадратный метр ровно 30 грамм этого удобрения. Почва для рябчиков должна быть плодородной, рыхлой и воздухопроницаемой. После того как мы раскидали вот таким вот образом удобрения, нам необходимо внести еще один ингредиент. Это у нас древесная зола. Древесная зола это очень хорошее кальциевое удобрение, поэтому необходимо его тоже внести сюда. На один квадратный метр я буду использовать древесные золы, ровно одну литровую банку. Рябчик необходимо сажать в хорошо освещенные места, допускается сажать рябчики в полутени. Также я сюда обязательно внесу бархатцы, это очень хорошее удобрение и также отпугивает хорошо вредителей от наших луковиц цветов, так как я сюда планирую еще сажать и другие цветы. Также я сюда добавляю перегной, то есть перепревший навоз. Ни в коем случае свежий навоз нельзя использовать и теперь я все это равномерно разровняю. Внесение песка и торфа или перегноя в глинистые почвы обязательно это повышает их проницаемость для влаги и воздуха. Теперь обязательно перекапываем грядку. Так давайте разберемся почему посадка рябчика должна проводиться обязательно осенью или в самом конце лета. Луковица должна укорениться до наступления периода покоя, иначе она не переживет морозы и может погибнуть. Только при относительном покое и низких температурах у рябчика способны образовываться полноценные цветочные почки. Теперь грядку разравниваем и все готово. Теперь нам необходимо выкопать посадочную яму. Осенняя посадка фритилярии мало отличается от посадки других луковичных растений и доступна даже неопытному цветоводу. Сроки посадки рябчиков зависят от особенностей региона и конкретной погоды, но в целом они очень сжатые. Укоренение луковиц требует 3-4 недели относительного теплого времени, поэтому стоит ориентироваться на то, когда обычно приходят первые серьезные заморозки и отсчитывать от этой даты примерно месяц. Опоздание с посадкой, чередовато гибелью цветов из-за неполного укоренения. Яму как вы все видите я выкопал глубокую, на дно я насыпал песок, он будет использоваться у нас в качестве дренажа. Песка в яму насыпаем толщиной 3-5 сантиметра. Теперь я сюда немножко добавлю перегноя и можно уже сюда добавлять луковицу. Прошло у меня уже 30 минут луковицы рябчика прошли, у меня уже обеззараживание и теперь начинаем их сажать. Сажать луковицы рябчика необходимо по следующим критериям. Вот видите здесь есть дырка и вот если мы луковицу опустим вот так вот вертикально вверх дыркой, то есть вероятность что луковица загниет, в нее попадет вода и начнется загнинение. Поэтому необходимо луковицу рябчика класть на бок, вот таким вот образом и теперь начинаем присыпать ее землей. Я делаю так, немножко присыпал землей, потом слой перегноя, потом опять землю и опять слой перегноя. Для тех кто не понял на какую глубину сажать луковицы рябчика, объясняю. Если у вас луковица высотой 5 сантиметров, то ее необходимо сажать на глубину 15 сантиметров или 20 сантиметров. Давайте объясню почему. Если вы сажаете луковицу рябчика на глубину 15 сантиметров, она у вас весной появится раньше, если на 20 сантиметров, то цветы появятся у вас немножко позже, вот и вся разница. А дальше выбор естественно за вами. Поливать или не поливать рябчики после посадки. Смотрите, если у вас на улице прохладно и на днях намечаются дожди, то конечно же эту процедуру можно пропустить. А если как у меня 25-30 градусов жара, то конечно рябчики необходимо полить, чтобы они быстрее укоренились. Если вы сажаете сразу несколько луковиц рябчика, то необходимо выдержать расстояние между луковицами 25-30 сантиметров. Такое расстояние между луковицами делается для того, чтобы хватало полноценного питания нашим цветам и они были у нас шикарные. Высоту эти цветы достигают в 80 сантиметров. Желаю вам всем красивых цветов в вашем огороде, всем пока-пока.